Люберцы присоединились к экологической акции по сбору макулатуры Boom Battle. В этом году масштабный проект проходит под эгидой Всероссийского движения «Экосистема», созданного по поручению президента. Какие организации и учреждения городского округа откликнулись на участие, покажем в следующем сюжете. 41-я гимназия – один из постоянных участников экологических акций в городском округе Люберцы. И на этот раз, когда во всей стране стартовал ежегодный проект Boom Battle, она не осталась в стороне. Об активности школьников и педагогов можно судить по этой огромной горе макулатуры. Я собирала макулатуру рядом со своим домом, в подъездах, в магазинах мы собирали буклеты, которые выкидываются. Цитратки, книжки, которые уже потеряли свою актуальность, например, сборники прошлых лет по экзаменам. К участию в акции подключились все классы гимназии. За несколько дней дети собрали более тонны ненужной бумаги и тем самым спасли от вырубки около 10 деревьев. Это процесс традиционный. Дети ежегодно собирают несколько раз в год макулатуру. И они понимают, что экологическая акция по сбору макулатуры важна и нужна. Это как раз продолжение темы раздельного сбора мусора. Мы думаем о том, где будут жить и как будут жить наши дети в будущем. Мы проводим экоуроки в школах. Все заинтересованы в спасении нашей планеты, в хорошей экологии, потому что у нас воздух один для всех. О важности сохранения природы детям рассказывают и на уроках. В рамках акции Boom Battle в гимназии проводят классные часы и беседы, посвященные экологии. И многие из вас тоже приняли активное участие в этой акции. Поднимите руки. Кто сегодня принимал участие? Это не похлопает. Спасибо, что вам понравилось. О пользе вторичной переработки отходов ученики гимназии поговорили и с главой Люберец Владимиром Волковым. Что было 20-30 лет назад, а о переработке мусора никто не думал. Его, конечно, и в таких количествах не было. Если это не перерабатывать, не задумываться, то горы мусора закроют, наверное, наши города. Поэтому это очень важно. Это, на самом деле, не пустые слова. Всего к всероссийскому экологическому проекту присоединилось 18 люберецких школ. Свою лепту в улучшение экологии внесли также шесть предприятий городского округа. В их числе текстиль-профи. Для компании сбор макулатуры – постоянный процесс. У нас стоят профессиональные пресс-пакеты. По 18 тонн каждый. Собираем коробки, сами их разбираем, чистим, пакетируем, завязываем. И отдаем во вторсырье. На сегодня у нас под навесами лежит около 8 из 9 тонн макулатуры уже пакетированной. Организацию вывоза макулатуры взял на себя региональный оператор «Эколайн Воскресенск». Совместно с администрацией городского округа компания запустила специальный экологический маршрут. Каждый четверг мы приезжаем по образовательным учреждениям, школам и просто промышленным предприятиям. И собираем в рамках федерального проекта «Бумбатл» макулатуру для того, чтобы отправить ее на переработку. И сегодня на маршрут вышли сразу три вида спецтехники. Мусоровоз, такая специальная техничка, автобус и мультилифт. Следующий централизованный вывоз из Люберец назначен на 9 ноября. Завершится масштабный экологический марафон 15 числа. Организаторы акции определят лидеров по количеству собранного бумажного сырья в разных номинациях. И объявят, какой регион России самый активный. Также участники проекта смогут обменять макулатуру на билет в региональное или муниципальное учреждение культуры. Несмотря на то, что люберцы участвуют в «Бумбатле» впервые, городской округ претендует на звание победителя.